так вот теперь видать нормально вот так всегда и делайте нормально нормально вот так всегда и делайте перед тем как говорить сначала выйдете это вы как человек невидимка убили его сейчас сейчас вот еще раз что-нибудь скажите я звук вас послушаю сейчас я сделаю это подождите мне нужно вас перетащить ну давайте что у вас там вот все слышно нормально так вы на меня так и не вышли в вайл.ру вышел написал на картинке там что написано на картинке до которой на меня вышли какая картинка так сейчас это сейчас скажу я вам не сказал что у меня две две страницы но в одной я просто в шапке стою а в другой с голубем который с голубем это параллельно модераторы работают на нем и туда от меня не доходит от меня ко мне вам надо на меня выйти где игнатий лапкин это два на весь интернет два всего и оба мои в одной я в шапке в другой но в этом контакте я перед микрофоном а вот когда с голубем стою она здесь но на нем работают другие другие они не пересылают иногда что там поступает так что вы выйдете на меня сегодня же на другой просто зарядите в майл.ру игнатий лапкин и 2 я просто шапки стою немножко как бы улыбаю чуть-чуть так это мне значит где в шапке выйти да да именно так а голубь это параллельно на суще что если что-то случится чтобы у меня параллельно было они туда все переносят ну как бы так то а как же мне вас найти тут мне надо же написать что-то да вы в mail.ru там поиск зарядите игнатий лапкин все и будет только две картинки обе мои больше ничего не надо но в одной я добавлен вот про я во второй добавлю добавил не я добавили те которые работают ко мне вы не выходили я работаю там где я в шапке стою я не забыл сказать это моя вина простите так давайте вопросы мне нужен ваш точный с индексами адрес вы даже сегодня мне дать его я на вас выйду тогда давайте говорите вот я просто хотел немножко поправиться вчера же я вот сказал что в троицу они не верят вот новоапостольская церковь верят окажется в троицу я просто забыл уже ну ладно это так небольшая поправка вот сегодня утром я смотрел телевизор там митрополит корнили выступал у них диалог там был какая-то передача была старообрядцев он да но это белокринитская иерархия предстоятель русской православной старообрядцевской церкви титов ну метрополит корнили в скобках титов да да и вот и там я услышал он сказал владыка он его называл там он сказал что у них службы идут по 5 7 10 12 часов да это слишком длинное богослужение ли это нормально только спят стоя до выходят я-то знаю это это моя родина человек даже студент молодой 45 минут и все надо отдых они 12 часов они спят они еще там не делают они стоят спят один считает другие выходят гуляют а только разговор им надо идти и благовестовать они благовестия совершенно не знают абсолютно не знают и поэтому держится только на своей свирепости они страшно свирепые у них только на руках объясняется и не так он сразу драться кидаются и вот он там говорил о пути сближения так с православной церковью он говорил в потребности да это невозможно это разговор пустой до этого был у них адриан адриан и он об этом разговора зашел и внезапно помер что с ним сделали или как не известно и это никогда не будет никогда это невозможно это не те люди которые идут на какое-то объединение перед революцией русская православная церковь вошла в очень близкие отношения с англиканской англиканские там их прилаты сумели доказать что у них есть рукоположение и шло реальное обсуждение об объединении вот это возможно старобрядцы между собой и их только две две системы которые имеют священство еще есть новозыпковская у них патриарх александр у них одинаковые книги все одинаково но между собой они враждуют до смерти они вообще непримиримые из всех которых я знаю даже сектантов самое свирепое это старобрядцы не просто злые а свирепые и они это не любят но я их знаю это моя родина я там родился там невозможно о духовном рождении рождение свыше а водительстве духом святом они даже слышать не хотят вот два пальца у тебя в глаза сует их и все когда вылет два пальца икон нет он не знает куда молиться заходит у вас икон нет но убили икону убрали никак тогда надо принести перед ним поставить они как идолопоклонники я их очень хорошо знаю очень ясно и вот следующий вопрос староверы и старобрядцы это одно и то же или называют их так иногда староверами называют даже язычников родноверы а старобрядцы это русские православные люди это настоящая церковь у них настоящие епископы это все у них благодатное но сами по себе они совершенно ведут себя не так как говорят неадекватно вот у нас была большая статья в алтайской правде это краевая газета у злого человека голуби не водятся в смысле по природе тогда они голубей никогда они не любят не держит и если он старобрядец то это или близкий у то не старобрядец от него он получил и у меня сестра там я и говорю ты поищи у старобрядцев кто не голубей держит она стала узнавать там до самой москвы ей помогли раздать ни одного нету а потом в красноярске есть один я вред как но недавно от никоньян пришел православных они никоньянами называют все голуби они не могут держать у нас храм строили голуби прилетали даже бабки в них камнями кидали я знаю людей которые я буду держу голубей у меня три голубятия три голубятия всю жизнь держу голубей я могу сейчас взять и показать даже в комнате у меня голубя это высокие игнати тихач вы пожалуйста звук чуть-чуть убавьте на компьютере не на колонке не на колонке на компьютере так подождите чуть-чуть на компьютер надо узнать где чуть-чуть вот общий звук на компьютере skype сети чуть-чуть а то там фонит фонит начинает вот сейчас вы держали один раз и маленечко вниз так ладно но как все вот отлично все ну вот я не знал это да это вот фонит а то фонит начинает а так нормально ладно давайте какие у вас вопросы вот а значит следующий вопрос чаю воскресенье мертвых слово чаю что она ожидает ожидаю да и у меня один очень близкий друг товарищ он сидел когда-то в лагере и этом старовер они не они абсолютно непримиримые и вот есть поповцы вот это с которыми вы познали у которых есть епископ а есть беспоповцы просто старики и таких течения у них больше пятидесяти в россии только это голбежники дырники дырники так и молиться что было дырка в стене так называется дырники лучи неки только мужчина чтоб горела голбежники только средств подпол слазите там болицы то есть у них ну на как раз там все какая-то сибирскому валенку поклоняются понятно у них никакой меры нету и вещам вот я от родителей получил икона стояла чтобы на окне почему а я не знаю вот а я мы приехали тут село одно у нас есть староверческая но идет женщина впереди а мы поехали в другое село я говорю остановитесь я евангелие дам я остановился и говорю мы едем на благовестие вам евангелие дать я кержачки мне не надо евангелие это кержаки а таки же здесь приток волги куда они когда-то бежали а потом расстелились моя природа кержацкая я я оттуда и нас обзывали маленьких кержаками а мне не нравилось это а кержак а к этому еще какое-то слово добавят вот и она я говорю да мы евангелие христово даем я сказала я кержачки ничего мне не надо ей больше не надо ничего мать ей сказала 77 вера бог один ты дочка никуда не ходи и она не пойдет никуда эти люди христа не знают совсем а 12 часов она будет стоять она будет стоять у них приобретение идет только через смешанные браки а она выходит за кого-то замуж чтобы ты перешел к нам а у него веры то никакой нет и он приходит они его как ну там что-то с ним сделать или покрестят если он крещён и там помазать его это без поповцы и они с поповцами от которых вы корнилия узнали корнилия это настоящая церковь настоящая и у них многому можно было бы поучиться вот это напевы какие у них есть там в молитвах где-то потому что здесь кое-что упущено одно слово вот считает символы веры духа святого господа истинного вот мы так и считаем нам разрешение дало мы старообрядцы православные нового обряда у нас все идет так или такое где-то они слово упускают вот господи владыка живота моего вот во время великого вас дух праздности уныние любоначаля празднословие не дай мне не дай мне а дальше стоит празднословие и сребролюбие они это выбросили коростолюбивые попы выбросили они многое выбрасывают а старообрядцы они подряд там считают ну не всегда двенадцать это у них какой-то престольный праздник было ли это раз в году может было но в основном то они молятся дольше бывают часа четыре у нас она полтора часа и вполне нормально литургия первая была самая длинная иакова апостола та действительно была длинная ее василий великий сократил а эту дальше ян затаус сократил а потом никон патриарх пришел еще сократил народ другой и стоять просто так шататься спать и думать о ногах как говорят лучше сидеть на скамейке додумать о боге о душе но я не к этому а просто есть такое уже выражение вот так а вот еще такой вопрос как вот относиться ну вот допустим послабление возможно ли послабление болящим верующим в совершении поклонов земных вот по что есть труда физического нагрузок когда я понял я уже не выслушиваю время не будем тратить а данная и это послабление выражено в канонах написано если зело престарелый зело млад то есть очень молодой дитя беременная женщина во время великого поста среди недели разрешается растительное масло елей называется или немного вина больше ничего не разрешается ни рыбы ни мяса ни молока а дальше это попы сами выдумывают и работа земные поклоны не можешь вот у нас некоторые там она операции на глазах сделали ну хотя бы так вот голову наклони этого достаточно церковь это любящая мать она ничего не требует невозможно вот володя снимает он делает земные поклоны молодой я всегда делал но мне сделали операцию на позвоночнике у меня три грыжи я всю жизнь на стройке работал естественно я не могу я хочу мне нравится я поклонился несколько поклонов земных то дальше встать не могу меня позвоночник сползает и нервы начинает пережимать ну и дальше на каталке только но это неразумно конечно так что да у церкви на все есть определенное правило допустим рыбу нельзя а в соловецком монастыре там разрешалось сущи сущи это сушеная рыба там подсоленная она высушенная почему у них хлеба нигде не было а без хлеба как жить рыба у них рыбы там много было так а нельзя нам нельзя и можем потому что у нас другое есть и это правильно то есть везде разумный подход как бы нужно и измерять силу да но не перешагать дальше а я вот не могу и мне дать ей там мясо этого нету растительное масло и вино больше ничего не разрешается это канон но это вполне достаточно с растительным маслом да можно такие каши варить там с тыквой рисовые ну что угодно можно сделать хорошее блюдо ты даже забудешь про другие блюда у меня дядя был степан и он в первую германскую еще в четырнадцатом году его сильно оторвало там у ноги и он лежал в лазарете ну и перед тем как пост начался пришла медсестра и стала записывать кто будет поститься вообще о чем мы будем поститься то нет а он я поднял руку и сказал я буду поститься он был когда-то белокринитской иерархии вот как от корнили это но тут приехал кержакам и с ними смешался вот и ему когда стали приносить пищу то отец это заглядывает он замрет стёпа помрешь ты здесь а когда стёпе стали носить она говорит так тебе лучше чем нам дают я лечу в америку компания finair это из фирляндии напрямую уже вот и они разносят а я по-английски я говорю что у нас пост сейчас пост а что это такое огромное за что можно я буду растительные поговорил там она пар пошла там пронесла я не помню то ли вина маленько давала там сосиски какие-то ну все такое то мнение принесли орехи принесли земляники ко всем сходили два раза а ко мне четыре раза подошли вы понимаете это уважение я проехал в девяносто втором году и по сегодняшний день помню какие люди все-таки есть а у нас бы как она тебе еще дали но и не выхоморивая жри вот и все так что да и вот действительно и вот еще один такой момент ну это уже немножко это как бы мне нравится что у вас посещения есть вот эти вот посещения больных посещения верующих вот то есть вы по двое доходите на посещение да как каждая каждый день и воскресенье специально есть люди когда ты можешь пойти и поэтому у нас специальный фонд деньги не собирает у нас не с тарелкой не у нас ничего не продается ни одного рубля нигде нет но деньги касса есть там и туда спускает сколько надо специальные люди выделены на это выбранное доверенное они выбирают а потом уже в конце года дают отчет больным и больным к роженицам сейчас она родила думать что-то собрать может на коляску там надо или то есть ну все как должно быть это одна семья у нас все знают друг друга а в церкви которая приходит никто никого не знает что с ним ходил его не стало у нас воскресенье и выступает человек кого нету и все поднимают руки такого то нет почему да у нее там или работает хотя это у нас допускается но не одобряется воскресенье график а бывает уехал куда-то да да это вот как раз в той вот у новоапостольской церкви были вот такие вот посещения больных приглашение на беседу или богослужения посещение братьев и жестер которые редко стали ходить на службу или совсем перестали ходить при посещении один говорит человек из библии стих а потом ну какой то может свое еще слово скажет все слушают молчат вот то есть некоторые моменты вот у них мне очень нравились и я думал почему же в православии не могут вот это вот тоже применить а у вас это уже есть оказывается у нас это все есть вот в нашей общине есть почему у нас все до одного сознательно пришли во взрослом состоянии через занятия в университете сознательно покаялись сознательно подготавливались у них катехизации бывает по 20 минут два занятия или как у нас пятьсот пятьдесят часов часов полных мы полностью проходим новый завет противосектантские материалы и одну книгу ветхого завета песня песней у нас очень много дается людям и два человека даются которые называются вместе с ним поручители и потом церковно приходской совет десять человек накануне крещения человек отвечает бывает отложит еще на год а бывает еще дальше а если во время подготовки было такое один согрешил его еще на три года а если случится еще все совсем больше тут не будет никогда поэтому никакой секты нам не надо искать это все православие все зачем мне душу губить кого-то посещать мы все время посещаем у нас даже вопроса никакого нет и даже мы не понимаем как это не посещать и беседует и так приносит а магнитофон вот я насчитал библии они там включают слушают если какие-то привезли мы аудио или видео фильмы им туда несут больным лежащим парализованным и они смотрят они с нами вот как этот парализованный сергей он один делает креста за трех мужиков православный да вот это вот плюс большой плюс так следующий вопрос на сегодня все вроде бы так вот эти вопросы так она выше то в эфир то вопросов не накопили я вас предупредил чтобы вопросов у вас было не надуманных которые вас тревожат не менее как на полтора часа я вчера вас предупредил а на полтора на конечно а кое-что я быстрее отвечу но чтобы вы сами так растянули его вот это пригласили с собой и знакомых ваших игнати тихончик вот пока не забыл сегодня вот пришло мне два ролика вот которые вчера снимали а я хотел посмотреть на ю тубе вот канал библия то есть же открытым оком а открыть не могу включаю он там ограничен доступ до этого руль это вот что означает дорогой евгений сергей с которым разговаривали парализованный козлов и он мне говорит выстави а когда говорили там вчера оторвали уходили приходили мы остальные выбросил но два оставил соединять мне надо их ужать потом соединять на ужате на соединение очень сильно теряется вот что видит видимость поэтому он мне говорит выставляй не ужамай а я ими займусь это означает я их выставил сейчас ими занимается же их соединяет и потом выставит я там поставил башкарта башкирию я бы исправил на башкирию так что он сейчас в данный момент работает над ними я их тоже не вижу и доступа нету по таком доступа когда они они еще не готовы маленько пройдет и будет еще раз я беседа наша была более полная и действительно там другому есть чем поучиться вы что-то касается вот обязательно записывайте это мне нравится вот вы делаете записывайте и как это должно выглядеть во слове по слову божию во свете библии а вот хорошо вот как раз еще один вопрос хотел уточнить важный вопрос вот допустим я живут крещен в церкви неполным погружением и вот теперь вот вы далеко находитесь до к вам я попасть не могу пока но физически там или материально да я нахожусь здесь а могу ли я принять здесь вот погружение или что-то вот погружение в церкви со священниками но у вас такой вряд ли найдется если вы были мощеные я уже считаю это как какая-то печать антихриста они не допускают после этого но нет крещения крещение означает погружение до перевода другого нету погружение не было это обман крещение не было и вас нужно крестить а они крестят и надо искать такого священника который согласится вы выйдете с ним где-то там где воды много может быть приток какой-то река ну и вот тогда креститься обязательно или в купели до или в купели полное погружение что под воду скрылся три раза на данный у меня у меня есть один знакомый батюшка вот он такой это хороший добрый как бы идет навстречу допустим вот даже не венчают вот где вот ну говорят в загсе должен расписаться там туда все туда все а вот они не хотят расписываться в загсе а а он вот их венчает то есть они хотят соединиться и христианскую семью создать православную и жить вместе и вот таких некоторых венчают они живут почему они хотят в загс сходить вопрос а этого я не знаю а я знаю это фальшивые верующие чтобы ему бросить ее с детьми она не могла претендовать ни на жилье ничего и батюшки этому подскажите батюшка это есть такие люди которые считают пойти в загс грех ему объяснить надо загс дает моральную ответственность и жена хоть маленько будет как-то иметь перед собой что-то будущее а он ничего что сходил венчался это нигде никакой роли не играет он конечно главное венчание загс для нас никакой роли не играет но опыт показывает что это необходимо я венчался и у нас не было в загсе но проходит время у меня очень сложная отношения с властью всегда были и тогда я в загсе зарегистрировался теперь когда меня арестовали жена не имела бы доступа теперь она везде пролазит она в одну тюрьму приезжая другую в лагерь она везде едет везде и доступа никому нет а когда меня судят в это время еще следствие следователь спрашивает кто вас будет посещать жена она зарегистрирована когда зарегистрировал пишет разрешается только три человека еще кто игру брат священник а третья мама все тех я могу а женой если не зарегистрирована не они допустят пожалуйста вот еще прорыв а как она помешает да никак это хитрят мужики это я вам говорю знаю уже хитрят он не думает с ней жить и дети которые так они не фамилию отца не могут принять ничего нет это обман на это не надо идти и священник который на это идет он должен мотивировать чем-то что это не лучший вариант который он избирает он забывает о том что у жены должна быть хоть какая-то гарантия что она не будет на улице а это даст пополам делят имение 50 на 50 а то и больше а если хороший священник вы с ним поговорить если он не запрещенный служит он в патриархии да вот поговорите с ним и чтобы он вас покрестил с верою с обещанием богу доброй совести тогда вы будете крещены и вам будет прощены все грехи как будто вы сегодня родились с момента вы выходите из воды как будто только сегодня родились а вот следующий вопрос допустим вот при крещении же дают книжечку и там дата число когда крестили а он тогда они уже это не нужно нету ничего не сделаешь а что сделать если он не дает он не мой не может дать мы выдаем каждому нет нет он может дать но просто я имею ввиду получится у меня две книжечки что ли ну по что что две у человека бывает три имени не две первая книжечка дается не дала дана вам когда у вас не было крещение крещение означает погружение другого перевода нету его не было явных и филипп сошли оба в воду вы считали в них апостолов мы скрываемся в воде как в могиле кириллу русалимский и выныривая из воды мы рождаемся для бога какой выныривым куда погружаемся когда на кафере стоит они мошенники обманщики попы когда так крестят и 50 правило апостольское говорит если здесь не погружение да будет извержен на нем уже ничего не может не быть он должен быть извергнуты не не работать священником номера помажение уже не надо уже не надо мера помазания не надо но было у нас так и делается у нас приезжает иногда священники и они крестятся вот батюшка как раз подошел благословите батюшка вот сегодня мне привезли книжечку видишь какую он получит получите жизнь до и после крещения очень это там хороший он пишет это на 110 странице он пишет что как обратился в доме игнатия тихоновича вот это новый сегодня мне привезли в патриархии конечно вот найди такое там все о крещении на нефас геннадий фаст очень хорошо как раз он пишется что если было обливательно то нужно нет креститься вот так поближе она в интернете есть запомните как она может быть может быть не сейчас я запомнил вас запомнил геннадий фаст вы там найдете много про него как раз о крещении он беседует жизнь до и после крещения это меняется это другой человек жизнь да геннадий фаст она издана по моему 10 тысяч экземпляров ты никогда не спрашивай это я не вижу я вот он никогда он тебе принадлежит там я в нижних православных магазинах поспрашивай она должна видишь я показываешь вот где ты должен поднимать ну вот хорошо понял я записал она маленькая совсем сколько страниц здесь немножко она там где-то страниц 120 она маленькая меньше 20 сантиметров высоту силу 120 страниц так дальше же не что у вас так ну вот все значит если она и моя подготовка в этом какая какая то есть заключается подготовку духовную от всего что у вас томила где вы знали что согрешаете даже отойти навсегда никогда не возвращается священник спрашивает отверстили сам себя отверстили прежней жизни и вот мы считаем в житиях святых он принимает крещение а при свете рос спрашивает он уже разделся окрестились тогда не белая одежда никакой него голый ни одной нитки нету и он говорит отверстили себя он сразу остановился и говорит так что ты сейчас спрашиваешь то что ты меня раньше то не спросил ну вот а что да ничего у меня еще делок то сколько осталось я стал ни слова не говоря пошел и оделся а почему я не отверстишь еще буду крестить это он пошел а у него две были любовницы это рабыня он с ними время хорошо проводил он их наградил деньгами выдал замуж устроил какие дела были кого ограбил а воздал после этого пришел к священнику и говорю ну теперь спрашивай отверстили 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 раздевайся вот так надо поступать это жизнь была до и после я должен прийти освободившись от всего не так я крещение приму а потом буду решать вопросы их решать надо раньше было вот так в общем то есть подготовиться внутри себя перебрать все и бритвенный прибор выброси навсегда мне у меня бритвы нету такое в станке только они я уже все не брось он не трогает больше никак пускай у тебя как посмотрю у нас какие ребята стоят в виктор он в армии так с бородой подожди а у тебя жена есть нет пока нет тогда легче видимо тогда легче же смотри жена будет труднее вот это же не посмотри виктор какая у него борода такая какая есть на военном билете с бородой на военном билете даже и он в армии служил и же вопрос вопрос такой я же вот это сфотографировался на загран паспорт без бороды без бороды мне его сейчас делают его я там бритой абсолютно мне его выдадут он на 10 лет и если у меня вырастет борода например он уже не будет как бы я не знаю на этот вопрос я не могу ответить вы должны у них сразу спросить я думаю нет это все там решает сейчас биометрические данные глаза роговица борода никакой роли не играет так что об этом но если скажет никак нельзя значит снова паспорт новый получите все на этом никогда не идите на какие компромиссы совестью нет нет раз и больше никогда ни одной волосинки не подправляйте не возникли не бороду такой как есть в малом верно многим поставлю в малом а это мама а подравнивать тоже нельзя никак нигде никак ни одной волосинки ни одной волосинки вот у нас никто не трогает вот они смотри какие ребята вот волосы и уши тоже ну посмотри володя ну какая у него бороденка то какой есть а усы тоже не надо нет никто у нас еще не трогает это выдумывают попы вроде причащаться будет и у старобрядцев ни одной волосинки никто не трогает вот где корнилий мы хорошие даже от них взять у старобрядцев только в полное погружение вот это хорошее мы должны взять у любого брать а вот эти ваши там которые называются новоапостольские ходят там что-то это все наше люди забыли а вам это напомнило будем это все делать где бы вы не увидели хорошие у католиков у яговистов у мусульман берите к себе антоний великий так и делал был как пчела которая на разных цветках собирал нектар и другим давал но тут к этому надо еще как грамоте то и совесть приложить как-то братья спорили один говорит самое главное это молитва без молитвы ничего не бывает в молитву а милостыню не будешь делать чё толку то а тот говорит нет без поста нам не одолеть ну и каждый говорит пришли к антони и говорит вот мы судили какая добродетель самое важное вот я так говорю он говорит не то ни другое не третье а что он от рассудительность но очень не научи дурака молиться он лоб расшибет не научи правильно поститься он может голоду себя уморить и в любом деле раздал все есть нечего померу пошли вот все надо рассудительно делать рассудительность ума ты должен представлять а что за этим будет как будет выглядеть с какой целью это делал и любой вопрос священном писании вы всегда ставьте четыре вопроса первых кто сказал записывай ты должен так сказать павел старца иудея так кто сказал его происхождение возраст когда сказал в первом веке тогда-то тогда-то до разрушения иерусалима так кто сказал когда где где и дальше с какой целью и когда четыре вопроса ответите у вас уже картина будет более-менее понятно с какой целью ясно так вопросы все записал больше нет вопросов вроде бы все исчерпано же не вопрос есть какой-нибудь увидите у тебя есть же не вопрос так лучше вон задумался на чем-то нет пока вот нет видишь как я обезопасил себя уже со всех сторон наши братья очень внимательные могли бы задать вам вопросы серьезные но они не задали и знаете почему вот почему так вы говорите как вы записываете это все нам говорит не в похвалу просто как есть что вы серьезно относитесь и нам добавлять к этому же ничего не надо идите этой дорогой крепко трудитесь рано вставайте 4 40 ложитесь пораньше и у вас жизнь будет по-другому сейчас поклоны идут поклоны вот сегодня вечером сегодня у нас суббота завтра будет воскресенье 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 вечером это начинается уже понедельник уже земные поклоны а в пятницу вечером уже только поясные в пятницу потому что суббота воскресенье богом выделены потому что субботу мы еще мыщем как седьмой день а первый день недели воскресенье как знак воскресенье христова победа над дьяволом игнатий тихонов еще один вопрос возник там вот на ютубе кто-то комментарий оставил когда а по-моему сергей козлов вот с вами диалог у него был и там кто-то комментарий пару комментариев оставил и там так было написано типа что вот я уже хотел ехать к Игнатию Лапкину в общину но вовремя как бы остановился что-то там и как бы пронесу бог бог пронес все так у пронесло в общем его господь это дальше что да вот и он там пишет что как бы это вот если не станет вдруг Игнатия Лапкина то все это рассыпется развалится там еще а я там ну ответы можно давать к его комментариям я там ответ ответ такой написал просто вот вы сейчас это послушайте что ему ответил ну вдруг я неправильно что-то там или поправить надо и вот я ответил в таком так что если даже Игнатия Лапкина не будет ну труды же останутся труды путь вот ваша община то есть это опыт для многих же все равно какой-то останется и говорю дело все равно она не угаснет это дело и вот если даже говорю Игнатия Лапкина не станет еще кого-то не станет то господь воздвигнет таких мужей которые продолжат это дело в истине в истине вот путь христа он хотел ехать крещение и теперь бог его спас от этого в чем он увидел что мысль пришла нас не будет какое отношение к крещению ты это имеет я так и не понял как это связать то нет нет здесь ничего не связывается просто имеется ввиду правильно ли я ответил нет я про вас и не говорю про него сначала потому что он впереди вас стоит что его бог пронес мимо он вовремя разобрался Игнатий не такой хотел креститься я про это еще не знаю не читал комментарий но еще нашел не того что хотел правильно он думал допустим а потом нашел еще более про наш он нашел то во мне или мера ну там это что-то о монашестве он не согласен был еще что-то там такое и вот этот его остановила а моща ну и что из этого я не монах он не монах. Как его это могло остановить? То есть он не допускает другого мнения. Мое мнение на Библию, а у него на чем? Не на чем. Он сгорбленный, стоит перед чужим дядей, склонился. А я при чем здесь? Ты раб человеческий, а я раб Божий. Все-таки большая разница. Павел говорит, если бы я угождал людям, не был бы рабом Христом. Это вещи несовместимые. А вот я так и написал. Я говорю, так и написал. Я говорю, при чем тут? Я говорю, Игнатий Латкин же говорит, не воздвигает из себя культ личности. Он ко Христу направляет. А я говорю, вы это просто либо не поняли, правильно ли... Да, это просто тролли. Тролли. Это тролли. А он ничего нет. Его никакого нету. Он там какой-то говорит, и больше ничего у него нету. Когда с ними встретишься, у него ни фамилии, ни имя настоящие, ни фотографии, ничего нету. А у меня выставлено 7 тысяч фотографий, 1600 троликов про нас. Мы все на Вильду, все собрания, воскресные. Мы не на равных говорим. Я не знаю, кто он говорит. Он поносит, я кому буду отвечать и зачем вам отвечать? У него такая ячейка. У него другое назначение, другая планита. У меня другое. Я изминал нести свет Христов. Он призван к тому, чтобы долбить, и все, почему сошел в дьявол в великой ярости. У него другой дух. Дух лжи. Он избрал, подчинился ему. Я его знать не знал. Он хотел ехать, а теперь он не хочет. Меня это не касается. Я за это время уже на 5 верст вперед ушел. Я подготавливаюсь к невиданной поездке. Невиданной. Мы прошли от Тихого океана, и теперь дойдем до Атлантического. Если Господь благословит. А у него ничего нету. Я везу на миллионы рублей литературы. Миллионы. Нынче я подарю примерно на 4 миллиона только. Что он сделал, этот человек, который говорит? У него ничего нет. А я умру. Ну, Стефана убили, на его месте вставу вырос. Где были монастыри, вообще никого нету. А жизнь продолжается в другой форме. Но мы остаемся, мы никуда не денемся. Книги не горят. Мои книги во всех библиотеках мира. Они остались. Они в интернете. Я отвечаю на тысячи вопросов. И все на основании Святой Библии, канонов церковных, житий святых. И я признаю Московскую Патриархию, то есть священство благодатным, благодатным Патриарха Кирилла. Я за него молюсь. А которые желают что-то исправить, они первым делом начинают, да это сатанисты, да это... То есть безумные слова говорят. Да, да. Я еще всем говорю, Московская Патриархия имеет благодать. А неправильные служители у истины, они за это ответят. Поэтому мы там трудимся. Я за 50 лет ни одного человека никуда не привел. Я всех, где проповедую, отправляю в храмы Московской Патриархии. Да, и тем более вот я это на роликах видел, вот когда вы, напустим, если даже в чем-то неправы бываете, и вам это скажет, вот сестра тогда какая-то сказала, вы говорите, я признаю, да. А что она сказала сестра? О чем речь идет? Ну-ка. Нет, там я не знаю о чем. Просто вы, там двух мальчиков что-то это, вышли они плохо, себя в церковь вели или что, и там мать ихняя стояла. И вы сказали, вот сестра говорит, вы мне сделали замечание, и это да, правильно, по делу вы мне сделали замечание, я его признал, прощение попросил, все. И, а здесь вот, ну, начали вот уже это. Это не догматика. Это не догматика. А именно в поведении какое-то. Я не знал, что он болеет. И поэтому я с него спросил, почему, а он говорит, он болеет, он болеет. Я не знал о том, что ударился у него, там нога поврежденная. Я этого не знал. Не знал я, сказал, я виноват. Я подумал, что все нормально, а он ведет себя так и нехорошо. Я к примеру говорю, даже на практике этого и не было. Вы не можете сказать, о чем, когда, где, как. Мне надо точно знать. Ошибиться очень просто. Я не расслышал. А батюшка вечером сказал, завтра... Ошибки могут. Служба будет на час раньше. Времена там переводили эти, часы-то осенние, весенние-то. Я в окно смотрю, люди были, машины, и вдруг никого нет. Что ж такое-то? Ну, я тогда закончил, компьютер пошел, а служба уже идет. А что, сейчас-то раньше? Я не расслышал, я глухой. Ну и... Ну, виноват. Что, виноват. Вина вине разница. У меня было так, я в среду сижу, приехали братья на один день позже, а я считал, что вторник. Я и времена-то не знаю. А я молоко взял. Он говорит, да что ты ешь? Сегодня среда. Какая среда? Вторник. Да какая вторник-то? Сегодня уже среда. Ох ты. Ну, что я буду делать? Ну, проглотил. Прости, Господи. Завтра меньше останется. Не надо из этого умирать. Это у меня отец рассказывал про своего отца. Они пасли когда. А такое было обычное, что в деревне сегодня одни кормят пастухов, завтра другие по домам шли. И давали им с собой что-то. Ну, они накормили их, дали с собой. Они когда пришли, а дедушка был мой Тихон Дмитриевич, отец, а тот Дмитрий. И он был очень-очень верующий. И он спрашивает, а татишка, а сегодня-то какой день? Что-то у него сомнения вдруг подошло. Он говорит, как-то тятинка или тятя. Тятя, да сегодня среда. Среда. О, так она холера-то нас молоком наполняет. Так он говорит, в родник-то в голову-то попьет, да пополосчит в роту нас люди. Молоко-то уже внутри. Так он хоть рот прополоскал. Ну, смеяться-то можно, но зато какие были люди-то? Да, да. Они имели страх Божий. Я вот в Америке был, но они двое там, оседые там по 70 лет им. И один за красных, другой за белых. Все еще сражаются. И который под машиной лежит, тот за белых. А который стоит, тоже старый. Года 73-5 так. И вот они между собой. Пикируются. А я стою слушаю, я там в Америке-то был. И потом, который из этой под машиной-то вылез вот так, на локоть оперся и говорит, Кондратья, а ты не прав. Он говорит, почему? А вот ты сейчас отвечал, говорит, твой голос стал другим. Ты так голос возвысил, видно, что ты раздражился. Тот помолчал маленько, поселил Афанасий. А ты прав. Прости меня. Повернулся и пошел. Какой же народ-то был, а? Кого погубили? Голос повысил, и тот из-под машины вылез, сделал замещание. Да сейчас бы ты заткнул его. Да что ты голос-то ловишь-то? А он говорит, ты почувствовал, что ты не прав, решил голосом взять. А люди сейчас, почему? Потому что они слышат друг друга, они отдаленно. Когда любят друг друга, иногда шепотом говорят, а иногда и без слов обнимаются. А когда друг друга ненавинят, они крещат, рядом стоят и орут. Почему? А они духовно отдалились друг от друга и как на расстоянии крещат. Да. Вот так. Ну, спасибо, Игнатий Тихонович, за общение. Да. Вот пишите вопросы, приглашайте своих друзей, у кого есть вопросы, скажи, есть возможность задать вопросы. Любые. Хорошо. Какие вас касаются. Ну, все, пока, выходи. Спасибо, Господи, слава Христу. Вот, батюшка вас благословляет уже. Спасибо, Господи. Слава Христу. Я сегодня причастник. Ага. У меня особый день радости. Ну, с Богом. С Богом. Видишь, как Господь вывел. Приятно. Я пришел книгу показывать. Ну, у вас нет. У вас уже есть такая... У кого? У вас. Книжечка-то? Да. Ну, а у тебя нет ее? Мне дали вечером. Я вот пришел вам похвалиться. Мне дали вечером. Тоже самый человек и дал на букву А. Так, нет? Алифтина Пантелеевна. Да. Ну, а что? Вот так. Ну, вот, давай. Посмотри, сейчас я посмотрю. Я думаю, он над ним работает. Вернуться домой. Пока еще не обработал. Вот, видишь, я ему заменил. Он говорит, у меня Башкирия. А я там что написал-то? Что-то не Башкирия. Вот я вчера переправил на Башкирию. Я написал Щувашия. Щувашия. Ну, ошибся, виноват. Я сразу зашел. Я имею доступ. Сбас.